Это неприкрытая угроза. Демонстрация того, что Россия в любой момент может включить военный фактор. Зеленский пытается делать то, что он может сделать. Этого всего нам не дают. Вы забрали ядерное оружие, которое отдали России. Приветствую зрителей Политека Онлайн. Я Екатерина Шумила, Руслан Бортник, политолог сегодня с нами. Руслан, рады вас видеть. Да здравствуйте, взаимно. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина прокомментировал заявление США о концентрации российского вооружения на границе с Украиной. Словами о возможном начале активных боевых действий и защите русскоговорящего населения, его прямая цитата, он сказал о том, что рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Однако о роли России он сказал очень аккуратно, что Россия страна мирная, ни на кого нападать не собирается. Что это значит? Такая неприкрытая угроза, потому что такая трактовка событий, она позволяет России в любой момент вмешаться в ситуацию на Донбассе. В любой момент, прямо сейчас. Почему? Потому что боевые действия не прекращаются. За последних 7 дней, с пятницы по пятницу, мы считали, погибло 11 украинских военнослужащих. Потому что то, что говорит президент и власть, они учитывают только боевые потери во время боев. А, например, смерть военнослужащих на блокпостах, или, например, как тело одного военнослужащего передали представители так называемых республик. Ну, просто они нашли его на своей территории. То есть, неизвестно, что с ним случилось. То есть, это не учитывается в статистике. То есть, боевые действия постоянно идут. То есть, в любой момент может случиться там казус, или казус – это плохое слово, трагедия. Как мы видели с ребенком, например, подтвержденное ОБСЕ. Что случилось, мы не понимаем до конца. И тоже разная трактовка с украинской стороны. Да, но ребенок погиб. Факт есть факт. В любой момент может какой-то неизвестный беспилотник нанести удар по какому-то детскому саду или школе. Мы понимаем эту ситуацию. Помним ситуацию с бомбежкой в свое время Луганска. Многие другие вещи. То есть, ситуация находится в хрупком равновесии. И, по большому счету, Россия демонстрирует, что ей решать, когда этот конфликт наберет оборотов. Потому что проблема с русскоязычными, ну, широкий очень вопрос. То есть, в любой момент, можно сказать, смотрите, последнюю школу русскоязычного в Украине закрыли. Проблема с гражданами России, которых сегодня в Донецке и Луганске было не менее 400 тысяч. Сегодня в любой момент, можно сказать, что украинская артиллерия нанесла удар по этим гражданам, Россия должна вмешаться. Поэтому это неприкрытая угроза. То есть, это демонстрация того, что Россия в любой момент может включить военный фактор. Пока что, мне на данный момент, мне кажется, недостаточно сконцентрирована сил, но концентрация продолжается. Но в любой момент ситуация может осыпаться. Как искусственно, по желанию. Так и просто осыпаться вследствие эксцесса исполнителя. То есть, в любой момент, вот эти перестрелки, которые идут на линии фронта, могут набрать оборотов. То есть, начаться это с какой-то перестрелки снайперов, а закончиться артиллерийскими ударами, куда подключатся уже вооруженные силы, и ситуация может осыпаться. В перемирии, фактически, об этом мы неоднократно говорили, уже не работает с Нового года. Политического диалога нет. СЦК не работает этот инструмент. ОБСЕ самоустранилились. Все стороны, настроенные на конфликт, выдают самосбывающиеся прогнозы. О том, что война там буквально неизбежна, или она очень вероятна, или ситуация движется к обострению. Геополитические факторы вокруг Северного потока-2, американо-российских, российско-европейских, имеется в виду Европейский союз именно, отношений, подталкивают ситуацию к такому кризису. Символичность 30-летия независимости Украины, Крымская платформа, ситуация вокруг санкций, ОПЗЖ, каналов, добавляют мотивации к этому обострению. Поэтому ситуация действительно планомерно движется к локальному обострению. Как минимум к локальному обострению. Если не случится прямого диалога между президентами Украины или России, если стороны не продемонстрируют готовность уступать в политических переговорах, мы начнем принимать форму Штанмайера, там какой-то начнется диалог в отношении будущих выборов, и всего остального, на протяжении этой весны и лета обязательно, к сожалению, случится военное обострение. Другого выхода пока что стороны из этой ситуации не видят. Руслан, ну смотрите, на прошлой неделе офис президента заявил о том, что Зеленский якобы звонил Путину, и тот не захотел с ним разговаривать. Тогда звонка кого ждет Путин, и реакции кого сейчас для него... Давайте мы с вами поговорим. Я Зеленский, вы Путин. Мы с вами разыграем звонок. Владимир Владимирович, алло. Алло. Владимир Владимирович... Подождите, я кто, Путин? Вы Путин, да, будете. Владимир Владимирович, прекратите стрелять. И отдайте наших захваченных людей. Владимиру Александровичу, нас там нет, не понимаю, о чем вы говорите. Ну, Владимир Владимирович, мы же так не можем вести договоры, мы же понимаем, что вы там есть. Ну, Владимир Путин еще скажет, что... Владимир Александрович, может быть, минские соглашения начнем реализовать? А Владимир Александрович скажет, я реализую, мы реализуем минские соглашения, мы сделаем все правильно, мы тут с представителями народа, Донбасса ведем диалог с Гармашем и компанией. Понимаете, этот разговор, он априори, исходя из нынешнего момента, не может быть состоятельным. Он не может быть содержательным, этот разговор. И этот разговор, он необходим кому сегодня? Владимиру Александровичу. Потому что он, после итогов этого разговора, скажет, я поговорил с Владимиром Владимировичем, я ему высказал четкую украинскую позицию, как бы мы договорились вести дальше переговоры. Вот какой я классный, успешный лидер нации, который ведет нас дорогой мира. Понимаете? Для чего этот разговор Путина сегодня? Вот что Путин по итогам этого разговора может получить от Зеленского? Договаривались с Зеленским уже ведь раньше, правда же? Как бы на определенные шаги. Шаги не реализованы. Почтей вине я не знаю, честно скажу. Но шаги не реализованы. Поэтому вот Россия демонстрирует это нежелание говорить с Зеленским, каким-то таким образом, скажем так, дискредитируя его статус, занижая его статус в переговорной площадке. И, конечно, это угроза войной. Потому что военный инструмент в руках России сегодня, и все чудесно понимают, что этот военный инструмент очень дорог, очень опасен для России, но он доступен, в отличие от Украины. Более того, мы же понимаем, что может быть еще игра и со стороны Донецка и Луганска. Вот эти слухи об обращении якобы Пушилина, возможно, к России, о признании, принятии в состав России, оказании военной помощи, в любой момент могут сыграть ту же самую роль, которую играло в 2014 году решение Госдумы Российской Федерации о предоставлении Путину права использовать российские войска внутри Украины. Ну, сейчас Владимир Александрович активно ищет союзников. Мы помним, что на выходных у него состоялся рабочий визит в Турцию, где Эрдоган уверил в том, что они союзники, и, конечно, всегда любая помощь, которая будет необходима Украине, будет предоставлена. Насколько Турция сегодня действительно может быть сильным союзником? Зеленский пытается делать то, что он может сделать. То есть, и тут логика правильная абсолютно в этой части. Он пытается сколотить проукраинскую или антироссийскую коалицию. Но дело в том, что эти коалиции не удастся их сколотить в таком формате, в котором хочет сегодня Украина. То есть, все будут говорить о приверженности территориальной целостности. Они об этом говорят 7 лет уже. Все будут высказывать поддержку Украины. Но никто не отправит своих солдат в достаточном количестве умирать в Украине вместе с украинскими солдатами на Донбассе. Никто. Сегодня ни Германия, ни Франция, ни США, тем более Турция, не готовы отправиться своих солдат в Украину и объяснить своим обществом, почему они должны умирать на Донбассе. Более того, такая интернационализация конфликта. Вот представим себе, что нам повезло. И американские солдаты вошли на территорию Украины. И там какая-нибудь кавалерийская бригада американская, а у них есть такое еще звание, она разместилась на Донбассе. Она позволит России сказать, ну так смотрите, ну это то, о чем мы говорили. То есть, мы не ведем войну с украинским братским народом, мы ведем войну с Америкой. Мы же об этом семь лет вам говорим. Понимаете, все эти страны, они будут способны, если возникнет кризис военный, оказать Украине помощь материально-техническую, то есть, вооружениями какими-то, непередовыми причем. Я вам сейчас это докажу. Оказать Украине помощь каким-то инструкторами, разведданными, возможно, финансовые. Все. Даже Польша перед началом Второй мировой войны имела прямые договора с Францией и Британией о взаимной обороне. То есть, Британия и Франция тогда взяли на себе обязательства защищать Польшу своими войсками. И где были эти обязательства 1 сентября 1939 года? Или 15-го, или 20-го? Нигде они не были. Сейчас ситуация для Украины еще хуже. Почему поставки даже вооружения ограничены? Вы обратите внимание, я уже как-то проводил другой студии, это, кажется, пример. Когда Турция хотела, чтобы Азербайджан победил в армянской войне, армянко-карабанской войне, они обеспечили им технологическое преимущество над противником. Предоставили им разведданные, современную технику, беспилотники, которые обеспечили техническое преимущество над нагорно-карабанскими и армянскими силами. Нам же западные партнеры не обеспечивают технологическое преимущество над Россией или над республиками. Не обеспечивают. Они надают те вооружения, которые позволяют нам в какой-то мере слабенько очень обороняться. Или выгребают старые склады, что еще осталось, что не продано в Сирию или в Ливию, из советских вооружений, стран Варшавского блока. Где современная авиация? Где современные средства противовоздушной обороны? Где современная радарная разведтехника? Где современные технологии связи? То есть этого всего нам не дают. Нам дают ровно столько, чтобы мы были способны удерживать статус-кво, но не были способны победить на Донбассе. Тем более не были способны победить Россию. Условно, теории, если представить такой фантастический сценарий. То есть нам дают ровно столько, чтобы мы просто могли сопротивляться. А почему? Потому что они сами, у них есть отношения с Россией, они сами хотят побеждать в этих отношениях с Россией. Меняют этот баланс между Западом и Востоком. Но не хотят, чтобы победители в этой войне, как ни парадоксально, вышла Украина. Никто, даже западные партнеры, не хотят, чтобы Украина победила в этой войне. Они хотят, чтобы она была способна ее просто продолжать. То же самое касается и, кстати, республик Донецка и Луганска. Их Россия технологическим преимуществом над Украиной не обеспечивает. Интересно. То есть замороженный конфликт, по сути? На истощение. На истощение, ограниченное набором средств. Хотя, смотрите, Руслан, тоже есть такое известное мнение, я уверена, вы его слышали, что это международная, это геополитика, где Россия и Америка выясняют отношения. И сейчас вот ключевое, что звучит, что я часто слышу, что Россия сейчас как раз, почему так происходит, испытывает Америку на прочность. Если США никак себя не проявит и конкретно не поможет Украине, тогда это будет означать победу России. А Китай сейчас за этим наблюдает. И для Китая, как для страны, важно посмотреть, чем это все случится. То самое, что происходит сегодня на восточных границах Украины с концентрацией российских сил. А, кстати, наши военные, и даже Хамчак, и Данилов, они в этой части правы, что их там стало намного больше. Просто в 2014 году их там не было вообще. Россия не имела практически вооруженных сил на границе Украины. Потому что считала это дружественной территорией. Поэтому все наши военные, даже истерические заявления, они с этой точки зрения правдивы. То есть, что войск стало намного больше. В 2014-2015 году их вообще там не было. То есть, и Россия сейчас только выстраивает новые армии, дивизии, соединения по украинской границе. Потому что не считает больше нашу страну в этой части дружелюбной. Только тут неполная правда. Все равно этих соединений недостаточно для атаки на Украину, для успешной атаки на Украину, максимум для участия на Донбассе, максимум для открытия, возможно, еще одного там Южного или Северного фронта, кризиса заданий. Все. То есть, там нет такой концентрации войск, которая бы достаточно была бы хотя бы совершить эффективную атаку на левобережную Украину. Пока что их там нет. Но Китай делает то же самое сейчас вокруг Тайваня. Те же самые военные маневры, концентрация войск на тайванском направлении. Более того, американские медиа в последние дни активно пишут о том, что, условно говоря, операции России против Украины и Китая против Тайваня могут быть синхронизированы. Интересно. Чтобы размыть влияние и давление Запада, если такой кризис уже возникнет. То есть, они могут случиться в одно время. Поэтому внимательно смотрим и за Тайванем в то же время. Что касается, да, конечно, Россия проверяет, вернулся ли Обама или все-таки Байден, это что-то другое. Напомню, что именно про Обаму и Байдена была крымская ситуация, начался Донбасс. И действия США на тот момент были намного мягче, нежели действия при Трампе. Они практически отсутствовали. То есть, обеспокоенность выражали эти действия. Разве данные передавали? Еще одергивали наших политиков, радикальных наших политиков. Ничего не делали, не подумайте ничего делать. Вообще сегодня, если смотреть на эту ситуацию чуть шире, то мы имеем не геополитическое противостояние, а даже геоэкономическое, прежде всего. За будущую новую промышленную революцию, за будущие рынки. Именно поэтому в этом геоэкономическом противостоянии государства редко разрушаются. И границы редко меняются. Меняются, но редко. То есть, это уже в основном меняется влияние на рынки. На контроль над активами той или иной страны. Вот это геоэкономическое противостояние, в корне которого лежат большие корпорации. Это касается и Востока, и Запада. Просто на Востоке все-таки влияние государства. Условно говоря, сплетение политических, управленческих элит и экономических элит глубже, нежели на Западе. На Западе все же экономические элиты чаще нанимают политические. Но не так глубоко переплетены с ними. Вот это геоэкономическое противостояние за новый экономический раздел мира, за новые технологии получения добавленной стоимости, вот сегодня мы его и имеем. И Украина здесь важна как транспортный хаб, очень. Мы действительно, там, мост между Востоком и Западом. Украина важна как зона для ресурсов, прежде всего сельскохозяйственных. Потому что уровень и ценность продовольствия будет возрастать. Да, некоторые мои коллеги, вот я недавно слушал Константина Григоришина. Был очень интересный у нас семинар, конференция. Я думаю, что Дмитрий Джангирова ввел, я думаю, что скоро он опубликует эту информацию. Он говорит, что, да, вообще сельскохозяйственные земли не будут нужны. Там их 80% будет свободно через 20-30 лет. Но пока что я такого процесса не вижу. Я вижу процесс только роста цены на сельскохозяйственную продукцию во всем мире. То есть, и вот такого рода противостояния мы сегодня имеем в виду. Именно поэтому государство иногда реагирует странно. То есть, что американское, что российское государство, что европейские страны. С точки зрения политической логики иногда реагируют очень странно, неадекватно. Потому что, на самом деле, есть скрытые экономические интересы, которые не до конца всем понятны. Руслан, что тогда может сделать Украина, находясь в таком не самом привлекательном положении? Может ли как-то поставить вопрос с ребром? Как помните, я понимаю, что не совсем правильно, корректно сопоставлять. Но когда Греция не могла платить МВФ транше, она сказала, все, до свидания, мы банкроты, нам нечем платить. И какие тогда им поставили условия? Вся Греция куплена Германией сейчас. На корню скуплено практически. Что Украина сейчас может сделать? Тут есть все выходы сложные, но есть несколько моделей реагирования. Вот в нынешней ситуации, вот если бы я был на месте кого-то из тех людей, которые принимают решения, я бы пытался перехватить информационную инициативу. И не сколачивая эту дешевую, картонную, антироссийскую коалицию, которая не будет эффективна. А прежде всего сказать, ну ок, мы договорились минские соглашения, вы подтверждаете минские соглашения. Донецк, Луганск, украинские, Владимир Владимирович, украинские. Знаете, мы форму Штанмайера завтра принимаем на свидание Верховной Рады. Но вводим ее в действие после выборов. Ну как и весь закон в особенностях самоуправления в отдельных районах Донецка, Луганского. Так по тем же выборам мы не можем договориться с Россией. Ок, вы хотите избирательный закон, вот мы его предлагаем. Вас устраивает такой избирательный закон? Давай примем такой закон избирательный закон, без проблем. А теперь, Владимир Владимирович, давайте проводим разоружение, отводим войска, допускаем украинских представителей на эту территорию. Мы даже блокаду снимаем экономическую. Потому что мы больше, мы все равно Донецк, Луганск в объятиях задушен, экономических. То есть это все равно наша территория ближе, нам выгоднее, ну как бы им выгоднее все равно с нами торговать. А теперь что вы будете делать в этой ситуации? Давайте отдавать нам обратно Донбасс. Да, мы берем его в виде федеративного субъекта. Потом решим через 20 лет еще. Спросим у народа украинского на референдуме, что как будет с Донбассом? Какой статус его должен быть? Через 20 лет. Но есть же много других вопросов, амнистия. То же самое, проведем амнистию, только не для всех, а для тех, кто не совершили преступления против человечности. Ну и конечно амнистия не может касаться граждан других государств. Ну весь ваш парт актив, условно говоря, ну это граждане другого государства. У нас не разрешено двойного гражданства в Украине. Они не могут занимать должности любые в органах государственной власти, эти люди. Если у них есть паспорт другого государства. То есть они, эти люди не могут претендовать на какую-то роль в политической системе Украины. Давайте тех людей, которые сохранили украинское гражданство, мы как бы с удовольствием их кооптируем. Даже с другими взглядами. Надо перехватывать политическую инициативу. Европа скажет, смотрите, Украина идет на компромиссы. Украина делает то, о чем мы договорились. Владимир Владимирович, вы что? Почему вы пытаетесь упираться этому сценарию? В конце концов Владимир Владимирович скажет российскому народу. Российский народ, смотрите, мы победили. Минские соглашения реализуются. То, как мы хотели. А вот что будет уже после Путина и с Донбассом после Путина, это уже другая история. Это уже будет другая модель, которая будет находиться в нашем управлении, в наших руках. Это один подход. Второй подход, он сложнее намного в этой части. Сказать с западными партнерами. Смотрите, вы нас фактически разоружили. Вы забрали ядерное оружие, которое отдали России. Она же уехала в Россию. Смотрите, мы понимаем, что сегодня заявить о том, что мы восстанавливаем ядерный статус, это, наверное, превратится в страну изгоя сегодня. Но давайте, вы не можете принять нас НАТО? Давайте каждая из этих стран, которая нас разоружала, заключит с нами оборонное соглашение. Что в случае конфликта с третьей страной, вы обязываетесь прийти к нам на помощь своими вооруженными силами. Такие соглашения США имеют с Японией, Тайванем и многими другими странами. Да, они часто не выполняются, но хотя бы что-то, эти соглашения. Ок, вы разоружили нас. Мы отказались от ядерного оружия, но давайте снимем ограничения на ракеты средней и дальней дальности. Давайте для Украины вы разрушите и поможете нам создать свои баллистические ракеты вместо точки У. Чтобы мы чувствовали себя защищенными в таких ситуациях. Для обычных вооружений. Ок, вы не принимаете нас НАТО, вы не доверяете нам до конца. Дайте нам флот. То есть мы не можем его построить или купить сегодня, этот флот. Что вам? Сбросьтесь по одному кораблю, каждый, и мы создадим себе флот. То есть на самом деле есть возможность договорить. Ок, вы не можете всего это делать, не хотите ругаться с Россией. Я понимаю, мы вас понимаем. Дайте нам доступ на свои рынки. Не надо нам помогать так. Давайте создадим зону без торговли, свободной торговли Украина-США. Или Украина-ЕС, не то, что мы имеем с ограничениями, а реальную зону. Или Украина-Китай. Мы заработаем столько на вашем рынке, что мы еще вам будем помогать потом, в будущем. Но это требует, понимаете, выхода из этих парадигм. А нас сегодня умышленно, в том числе и наша власть, и российская власть, и западные партнеры. Загоняют парадигму до черное-белое. Загоняют парадигму войны на истощение. Загоняют парадигму кризиса без конца. Вот в этом они нас специально держат. Это правда. А как вам инициатива Климкина, чтобы НАТО создали свою базу в Черном море? Конституции запрещено. Надо Конституции менять. В принципе запрещено. Ну, когда нужно, мы очень быстро меняем Конституцию. Ну, пока что таких процессов нет. Во-вторых, это просто, знаете, красная тряпка перед Россией. Тогда это еще дополнительный аргумент для российского руководства. Сказать своему народу, смотрите, нам нужно решить украинскую проблему силовым путем. Иначе у нас НАТО, на этой территории, до базы НАТО, от Москвы до базы НАТО будет 300 километров, условно говоря. Мы будем беззащитны в случае каких-то ударов, войны и всего остального. Это просто красная тряпка, которая не добавляет нам безопасности, которая демонстрирует, конечно, наверное, такую преданность Климкина НАТО, но не украинскому народу, не нашим национальным интересам, и который нам не решает проблему. Пока эту базу построят, Россия уже 10 раз сможет торнуться. Ну и Руслан, сейчас, на сегодняшний день, мы можем спрогнозировать, как дальше будут развиваться события, хотя бы там в перспективе неделя? Не хочу. Война может, обострение на Донбассе может начаться в любую секунду. Сегодня настолько все натянуты луки, в любую секунду. Украина не готова? Конечно, готова. То есть, но мы готовы, по большому счету, на максимуме наших возможностей. Но наши возможности крайне ограничены. Мы не сможем длительное время, любое, противостоять Объединенным силам Российской Федерации и Донбасских республик, так называемых республик. Если даже мы, понимаете, вот мы провели пиар, буквально еще минутом скажу, этот пиар-пролет с бойкотарами. А мы же должны понимать, кажется, там классно, бойкотары пролетели и все остальное, да, для общества. А с другой стороны, мы же понимаем, что они будут как-то парировать это военным путем. Как парировать бойкотары можно? Только авиации. Мы что хотим, чтобы российская авиация или авиация, которая будет передана так называемым республикам, тоже начала в воздухе появляться? Мы же обходились без этого. Мы что хотим, чтобы все эти базы подавлялись воздушным путем, чтобы нас бомбили как Югославию, или как Ирак в свое время, или как Нагорный Карабах недавно? Мы этого хотим. То есть, тут надо думать, что, ну как бы, тут надо не врать обществу. Я думаю, что люди военные понимают, к чему это ведет. То есть, не врать обществу, надо вести с ним честный диалог. Поэтому, к сожалению, сегодня ситуация скатывается к локальному обострению. Это локальное обострение будет иметь тенденции, вероятность к масштабному обострению. Нам из этой ситуации необходимо выходить путем политических переговоров и перехвата политической инициативы. Как на востоке в отношении России, так и на западе в отношении западных партнеров, которые нам не помогают так, как бы могли. Руслан, зафиксировали. Спасибо вам большое за интересную беседу. Руслан Бортник был на Политека. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.